Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке, самое высокое здание в мире, стало местом так называемых ежедневных занятий акробатического трио Джексонов. А вот и они, забравшиеся на перила балкона 86-го этажа, всего лишь в 1 тысячи и 50 футах над городской улицей. В 1931 году в Нью-Йорке построен самый знаменитый небоскреб. Эмпайр Стейт Билдинг, рекордно высокий, вплоть до 1970-х годов он станет памятником стиля своей эпохи и символом Америки для всего мира. Футуристический силуэт центрального Нью-Йорка, полный возвышающихся шпилей, пополнил самый большой старший брат. Это устремленный ввысь на четверть мили 100-двухэтажный Эмпайр Стейт Билдинг. При дороговизне земли в Нью-Йорке возводить в центре огромные башни стали еще в 19-м веке. В 1930 году это еще и борьба честолюбий. В новом здании на Олл-стрит 40 рекордный 71 этаж, 283 метра. Но в том же году закончен небоскреб Крайслер. 77 этажей, 319 метров. Тогда застройщик Эмпайр Стейта Джон Раскоп на ходу повышает первоначальный проект, с 85 этажей до 102. 1 июля в 5 часов 102 этаж Эмпайр Стейт Билдинг. Да. Вон оно. Это самое высокое здание в мире. Не потеряйте. В Нью-Йорке оно ближе всего к небу. Поднимайтесь на лифте. Самое высокое здание мира на углу 5-й авеню и 34-й стрит высится на 381 метр до крыши и 443 метра до вершины достроенного потом шпиля. Объект обошелся в немыслимые по тем временам 41 миллион долларов. Из-за экономической депрессии большинство офисных площадей поначалу не заполнено и переносить прибыль он начнет только в 1950-м. Кризис. Но бешено крутились аттракционы. Забыть о кризисе, забыть о безработице, забыть о страшных цифрах. Катастрофически падает заработная плата. Как забыться? Куда уйти? На крышу небоскреба? В СССР отношения к небоскребам поначалу отрицательные. Они монстры бездуховного Нью-Йорка, города желтого дьявола и железного миргорода. Но уже авторы главной советской довоенной книги про заокеанскую жизнь восхитятся Эмпайр-стейтом. В свете луны стальная вершина Эмпайра оказалась покрытой снегом. Душа холодела при виде благородного, чистого здания, сверкающего, как брус искусственного льда. Мы долго стояли здесь, молча задрав голову. Нью-Йоркские небоскребы вызывают чувство гордости за людей науки и труда, построивших эти великолепные здания. Эмпайр-стейт-билдинг сразу становится эмблемой Нью-Йорка и США. В западный москульт он войдет с фильмом «Кинг-Конг», где на здание залезает громадная горилла. Демонстрируя превосходство социализма над капитализмом, в том же 1931-м в СССР утверждают проект циклопического дворца советов выше Эмпайр-стейта. Принять проект архитектора Яфана в основу проекта дворца советов. Привлечь академика архитектуры Щуко и профессора архитектуры Гельфрейха на правах соавторства с архитектором Яфаном. Верхнюю часть дворца советов завершить мощной скульптурой Ленина с тем, чтобы дворец советов представлял вид педестала для фигуры Ленина. Но стройку не осилят, и лишь после войны семь московских высоток воплотят сталинскую мечту о советских небоскребах. Во многих районах столицы возберуты новые высотные здания. На Дорогомиловской набережной заканчивается строительство гостиницы на тысячу номеров. Высотное здание гостиницы сооружено и на Комсомольской площади. На площади Восстания завершается облицовка 25-этажного жилого дома. Дворец науки. Новое здание Московского университета на Ленинских горах. Высотный дом у Красных ворот заселяется. В доме на Котельнической набережной москвичи уже получили около 400 квартир. Административное здание на Смоленской площади высотой 170 метров. В нем разместились государственные учреждения. Рекорд Эмпайр-стейт-билдинга побьют нью-йоркские башни-близнецы Всемирного торгового центра в 1972 году. А потом состязание в небоскребности переместится в Азию. Субтитры добавил DimaTorzok